СПАРТОКЕАДА ПЕДАГОГОВ В этот раз стартовала спартакиада с лыжных гонок. Результат обравдал ожидания участников, так же как и итоги состязаний по шашкам и шахматам. А вот рекорды в пулевой стрельбе удивили участников и судей. Пулевая стрельба в этом году у нас проходила по-новому в 10-й школе, ну так же по мишеням ГТО. То есть в этом году результат стрельбы даже произошел ожидание, потому что первые места, кто занял первые места в школах детском заду, выбили 41 очко. Это рекорд 10-й спартакиады в этом виде спорта. Потому что в тех годах такого результата коллеги не добивались. Дартс прошел без неожиданностей. Комбинированная же эстафета заставила поволноваться и включиться в борьбу по-настоящему. Этот вид состязаний в этом году выявил новых лидеров. Комбинированную эстафету спортивная школа в этом году выиграла впервые. До этого мы не могли ее выиграть совершенно. Но еще нам с каждым годом становится все сложнее и сложнее, потому что личных первых мест у нас все больше и больше начинают отбирать. Есть с кем соревноваться. Как и предполагалось, абсолютными чемпионами спартакиады системы образования стала команда детско-юношеской спортивной школы. Первое место среди средних школ занял коллектив девятый. Среди дошкольных организаций «Золотой кубок» завоевали работники 27-го детского сада. Я думаю, что спартакиада у нас будет проходить. И дальше единственное мы планируем изменить несколько программ, потому что мы ее хотим посовершенствовать, включить новые виды. Пока я не буду открывать все секреты, но мы обязательно включим современные тенденции видов спорта, которые доступны всем нашим коллегам, независимо от пола, возраста, веса и каких-то личностных особенностей. Лариса Воложанина, Евгений Пресежнюк, Павел Тимофеев. НТС «Орбит».